Дорогие друзья, я Александр Черцов, приглашаю вас на ресурсы системы СМИО, электронного сопровождения массового, многоуровневого, индивидуального обучения, где каждый совершенно бесплатно и свободно может получить достаточно квалифицированную информацию по физике в соответствии со своими интересами, возможностями и способностями, а также амбициями. Выбор материала осуществляется каждым индивидуально и при желании может быть поддержан сопровождением системы искусственного интеллекта. Данная лекция относится к циклу обязательного минимума набора вопросов, невладение которыми без предварительной подготовки означает невозможность получения удовлетворительной оценки на любой из аттестаций по вузовской физике. Обратное неверно. Даже полное владение программой обязательного минимума не гарантирует неполучение двойки на экзамене, поскольку программы конкретных вузов, конечно же, гораздо шире, чем минимальная программа. Поэтому, если у вас имеются трудности с физикой, после изучения программы минимума, обязательно продолжайте изучать эту замечательную науку, может быть, с помощью нашей системы. В любом случае, оставайтесь с нами, друзья. Я помню все слова тех лекций, где мы были, хоть чаще были вы, а я все чаще нет. Еще один вопрос, пока не завалили, еще один вопрос, а лучше бы билет. Как вы уже, наверное, поняли, из титров, речь сейчас пойдет про так называемые плоские монохроматические электромагнитные волны. О главном действующем лице практически любого приличного курса волновой оптики. Владение понятием плоская монохроматическая волна и соответствующим математическим аппаратом абсолютно необходимо для сколько-нибудь адекватного понимания оптики. Согласно определению, плоской монохроматической волны называется такое электромагнитное поле, в котором электрическая составляющая изменяется по гармоническому закону как в пространстве, так и во времени. То есть описывается следующим соотношением. Продолжение следует... Давайте договоримся о терминологии. Е с ноликом носит название вещественной амплитуды плоской монохроматической электромагнитной волны. По сути дела, эта величина определяет размах колебаний электрического поля, который в свою очередь определяет ощущаемую яркость света. На самом деле с яркостью связана другая величина, так называемая интенсивность, которая пропорциональна квадрату амплитуды. А уж если говорить совсем честно, то ощущаемая физиологическая яркость света зависит не только от квадрата амплитуды поля, но и от его частоты. На разных частотах, на разных цветах наш глаз воспринимает излучение с разной чувствительностью, а также наш мозг логарифмирует величину сигнала, что позволяет нам достаточно свободно рассматривать как очень слабые, так и достаточно мощные источники света. ЕП – это единичный вектор, задающий пространственное направление электрического поля в волне. Этот вектор называется вектором поляризации. Выражение, стоящее в аргументе косинуса, носит название фазы плоской монохроматической волны. Это выражение зависит и от времени, и от положения точки в пространстве. И, естественно, вычисляется как скалярное произведение k на r минус омега t плюс φ. Это определение фазы, которое, в общем-то, является достаточно абстрактным и формальным понятием. Значение фазы в начальный момент времени в начале координат, естественно, равно φ малому, и эта величина называется начальной фазой. Омега носит название круговой или циклической частоты, хотя физики часто называют ее просто частотой. С частотой волны связано ее цветовое восприятие нашим организмом. Чем больше частота, тем более фиолетовым нам кажется излучение. Чем меньше частота, тем оно кажется более красным. Естественно, за границами восприятия оптического спектра нашим глазом, то есть в области инфракрасного излучения и более длинноволновой области радиоволн и теплового излучения, а также за границей ультрафиолетового излучения, где лежит излучение рентгеновское и гамма-излучение, цвет уже не виден. Как он, впрочем, виден или очень плохо виден в ближней инфракрасной и ближней ультрафиолетовой области. Величина равная отношению 2π к временной частоте называется временным периодом плоской монохроматической волны. Нетрудно убедиться в том, что сдвиг во времени на период оставляет плоскую монохроматическую волну неизменной. То есть E от T плюс T большое R равняется E от T в той же точке пространства R, какую бы мы точку не взяли. Действительно, если в это выражение вместо T малое подставить такую сумму, то после умножения на частоту в аргументе появится дополнительное слагаемое 2π, но поскольку косинус 2π периодичен, выражение для полного поля при этом не изменится. Входящее в скалярное произведение k на r физическая величина, векторная величина k носит название волнового вектора или по аналогии с омега его иногда называют пространственной частотой. Иногда вводится величина k по модулю, которую называют волновым числом. Впрочем, пространственной частотой иногда называют и модуль величины k. Величина, в некотором смысле аналогичная временному периоду, равная отношению 2π к пространственной частоте или к волновому числу или к модулю волнового вектора, носит название пространственного периода или длины волны. Длина волны, как мы скоро увидим, очень тесно связана с периодом, так же, как и омега связана с k. И если красные части спектра соответствуют высокие частоты, а фиолетовые, извините, красные части спектра соответствуют низкие частоты, а фиолетовые частоты высокие, то красные части спектра соответствуют большие длины волн, а фиолетовые части длины волн маленькие. Для примера скажу, что излучение гелий неонового лазера, то есть излучение красивого красного цвета, имеет длину волны порядка 640 нанометров. Или 640 на 10 в минус девятой степени метра. Кстати, в микрофизике часто используется внесистемная единица ангстрем, которая составляет одну десятую нанометра или 10 в минус десятой метра. И в этих единицах красный цвет имеет длину волны порядка 6400 ангстрем. Вот основные характеристики плоской монохроматической волны. Однако нужно сказать, что запись волны в такой тригонометрической форме не всегда оказывается удобной. Дело в том, что любое дифференцирование функции типа косинуса или синуса, как, впрочем, и интегрирования, превращает ее в другую функцию. Косинус превращается в синус, а синус в косинус. Это не очень удобно. Гораздо удобнее использовать комплексную форму записи плоской монохроматической волны, которая основана на так называемой теореме или формулах Эйлера. Дело в том, что экспонента с чистым и нимным показателем, как известно, равна косинусу φ плюс И синус φ. Если мы возьмем действительную часть от экспонента, мы получим с вами косинус φ. Именно это свойство позволяет записать выражение для плоской монохроматической волны в экспоненциальной форме, как Е с нуликом, как действительная часть, Е с нуликом, на вектор поляризации, на Е в степени И, а дальше идет скалярное произведение К на Р, для краткости я его буду писать не скобочкой, а точкой, минус омега Т плюс φ. Используя известные свойства экспоненты, а именно, что экспонента от суммарного аргумента равна произведению экспонент, это выражение можно записать как действительная часть от Е с нуликом, на Е в степени И φ на вектор поляризации, на Е в степени И, Кр минус омега Т. Для сокращения записи достаточно часто произведение вещественной амплитуды Е с нуликом на комплексное число Е в степени И, называют комплексной амплитудой волны и записывают как Е с нуликом, но чтобы как-то отличать от вещественной амплитуды, поступают следующим образом. Поскольку комплексная амплитуда используется в физике гораздо чаще, то обозначение Е с нуликом сохраняется для комплексной формы, а вещественную амплитуду в этом случае как-то отличает. Например, здесь можно поставить некоторую волну. Комплексную амплитуду, как и любое комплексное число, можно записать в форме суммы действительной и мнимой части. В дальнейшем действительную часть комплексной амплитуды я буду обозначать штрихом, а мнимую часть двумя штрихами. Однако это еще не все сокращения, которые можно сделать. Введение комплексной амплитуды позволяет нам сократить запись и не записывать отдельно начальную фазу. Однако здесь еще имеется вектор поляризации, который также очень удобно объединить с комплексной амплитудой, введя вектор амплитуды волны. С учетом сделанных оговорок выражение для плоской монохроматической волны можно записать еще короче, как действительная часть комплексной векторной амплитуды на экспоненту, в аргументе которой не содержится начальной фазы. Кстати, для записи экспоненциальных функций есть и другой удобный способ. Можно писать Е в степени, можно писать эксп и К умножить на Р минус омега Т. В этом случае фазой мы будем уже под фазой мы будем понимать уже вот это выражение, а начальная фаза спрятана в комплексности амплитуды. И, наконец, последняя. Очень часто для краткости значок вычисления вещественной части опускают, подразумевая в голове, что он присутствует. Поэтому я напишу краткое выражение, которым мы в дальнейшем будем пользоваться. Но поскольку честно, по математике здесь равенство поставить нельзя, мы формально отбрасываем операцию Р, то можно писать так Е с ноликом на Е в степени и Фи. где Фи это есть К скалярно на Р минус омега Т. Пока плоская монохроматическая волна введена только по определению. И совершенно непонятно, соответствует это чему-либо в реальной жизни, в реальном мире или нет. Кстати, может возникнуть вопрос, а что касается магнитного поля. Если мы задали выражение для поля электрического, то магнитная составляющая плоской монохроматической электромагнитной волны вычисляется однозначно, исходя из уравнений Максвелла. Так вот, для того, чтобы понять, соответствует ли такое поле реальности нашего мира, мы должны проверить, соответствует ли оно, как минимум, системе уравнений Максвелла, которое в рамках приближения классической физики обязано описывать любое возможное электромагнитное поле. Я напомню, что для пустого пространства, где нет ни вещества, ни электрических зарядов, ни токов, система уравнений Максвелла выглядит следующим образом. Выражающий закон Кулона уравнения выглядит как утверждение о том, что дивергенция вектора напряженности электрического поля, вообще говоря, равняется 4П Ро, где Ро плотность электрических зарядов, но в пустом пространстве она равна нулю. Точно так же дивергенция вектора В, описывающего магнитную составляющую поля, вектора магнитной индукции, равна нулю, поскольку никаких магнитных зарядов в природе не существует. В первом уравнении ноль возникает только в пустом пространстве, когда нету никаких элементов вещества, во втором уравнении ноль стоит всегда. Третье уравнение Максвелла выражает закон электромагнитной индукции и говорит о том, что вихревое электрическое поле создается меняющимся во времени полем магнитным. И равняется минус единица на С на скорость изменения вектора В. Оговорюсь сразу, что я использую систему единиц Гаусса, которая в оптике гораздо удобнее из-за более краткой формы записи уравнений, которые в системе Гаусса не входят размерные множители эпсалон с ноликом и мюс с ноликом. И кроме того, в этой системе напряженность электрического поля и вектор магнитной индукции измеряются в одних и тех же единицах, что очень разумно, поскольку электрическое и магнитное поля это две стороны одного и того же объекта природы, который принято называть электромагнитным полем. Наконец, четвертое уравнение Максвелла для вектора B говорит о том, что вихревое магнитное поле создается протекающими токами, но в пустом пространстве токов нет. И в магнитостатике здесь стоял бы справа ноль, но по гипотезе Максвелла, который ради того, чтобы система уравнений соответствовала закону сохранения заряда, вынужден был ввести так называемый ток смещения, справа стоит, даже в пустом пространстве, скорость изменения поля электрического. Поэтому, для того, чтобы проверить соответствие нашего введенного по определению пробного решения для электромагнитного поля реальному природному объекту, как минимум, надо увидеть, что такое или такое соотношение соответствует системе уравнений Максвелла. Я напомню, что в нашей записи оператор НАБЛА, оператор пространственного дифференцирования, представляет собой сумму единичных векторов, направленных по каждой из осей координат ортов ЕХ, ЕY и ЕZ, умноженных на команду выполнить дифференцирование по соответствующей координате. Давайте обратим внимание на то, что операции дифференцирования, которые стоят в уравнениях Максвелла, очень просто выполняются в случае плоских монохроматических волн. Если мы возьмем функцию Е, зависящую от времени координат по экспоненциальному закону, Е с ноликом на Е в степени И, КХ на Х плюс КУ на плюс КЗ на З, я расписал по компонентно-скалярное произведение, минус омега Т, и продифференцируем эту функцию по времени, то экспонента окажется экспонентой, амплитуда, постоянный вектор при дифференцировании окажется амплитудой, то есть у нас останется то же выражение для электрического поля с одним уточнением. Поскольку перед временем в аргументе экспоненты стоит множитель минус и омега, при дифференцировании такой функции она останется неизменной с точностью до домножения на множитель минус и омега. посмотрите как удобно и просто дифференцировать плоские монохроматические волны. Если мы захотим дифференцировать плоскую монохроматическую волну по х, у или z, то есть по любой из трех команд входящих в оператор НАБЛА, то дифференцирование по любой из координат, например, по х, также оставит выражение для волны практически неизменным, но домножит его на множитель и к х. Естественно, при дифференцировании по у будет домножение на и к у, а при дифференцировании по z будет домножение на и к z Естественно, применение оператора НАБЛА к полю E от t r домножит от каждой составляющей оператора это поле на и соответствующую компоненту вектора k и в результате мы получим и стоящее за скобочкой а здесь будет k x на е x плюс ky на е y k от дифференцирования е от ортов плюс k z на е z и вектор е останется неизменным но то, что стоит в скобках есть не что иное как вектор k или волновой вектор таким образом действие оператора nabla на вектор электрического поля здесь подразумевается любое из действий хоть скалярное умножение хоть векторное умножение приводит к тому что вместо оператора nabla можно написать вектор ik который также будет действовать на электрическое поле как и оператор либо в виде скалярного домножения то есть дивергенции либо в виде векторного домножения ротора если мы учтем эти важнейшие свойства а именно то что операция дифференцирования операция nabla оставляет плоскую монохроматическую волну неизменной домножая ее лишь на либо численный либо векторный множитель иногда формулируется более кратко иногда говорят что математическое выражение описывающее плоскую монохроматическую волну является собственным вектором операторов дифференцирования по времени и оператора пространственного дифференцирования это свойство предположение о том что магнитное поле b меняется также по гармоническому закону и также является собственной функцией таких операторов позволяет свести однородную систему дифференциальных уравнений в частных производных системы уравнений Максвелла к алгебраической системе в первом уравнении набло превращается на ик и можно вынести за скобки и сократить поэтому мы получаем первое уравнение в виде равенства нулю скалярного произведения волнового вектора на напряженность электрического поля точно так же из второго уравнения следует что скалярное произведение k на b должно равняться нулю из третьего уравнения следует что векторное произведение k на e будет равняться омега на c к b обратите внимание при дифференцировании возникает множитель минус и омега поэтому минусы сокращаются появляется плюс а и возникающие при подстановке здесь и здесь друг с другом сокращаются и наконец последнее из уравнений Максвелла сводится к уравнению о том что скалярное произведение k на b будет равняться минус омега на c е мы получили с вами так называемые упрощенные или сокращенные уравнения Максвелла справедливые только для плоских монохроматических волн понятно что такая система уравнений гораздо более удобна для анализа чем дифференциальные уравнения и именно поэтому плоские монохроматические волны столь популярны с этими полями просто очень удобно работать рассмотрим основные свойства плоских монохроматических полн из этого уравнения следует что вектор k обязан быть ортогонален или перпендикулярен вектору e точно так же отсюда следует что векторы k и b должны быть взаимно перпендикулярными поскольку векторное произведение перпендикулярно каждому из его сомножителей из этого уравнения также следует что векторы e и b перпендикулярны друг другу о таком свойстве взаимной перпендикулярности говорят как о поперечности электромагнитных волнов последнее означает что если вектор напряженности электрического поля смотрит для определенности вверх а волна характеризуется вектором k который будучи ортогонален e смотрит например горизонтально то вектор b обязан быть перпендикулярным обоим этим векторам то есть смотреть перпендикулярно плоскости доски в данном случае вектор b должен смотреть на нас и три вектора будут составлять правую тройку если с помощью правой руки вектор e крутить к вектору b кистью руки то большой палец покажет направление вектора k именно такая взаимная ориентация векторов соответствует двум последним векторным произведениям если k умножать на e вектор b смотрит на нас если k вектор умножать на b вектор e смотрит вниз и произведение смотрит вниз и следовательно равно минус вектору e для того чтобы рассмотреть дальнейшие свойства плоских монохроматических волн исключим из этих двух уравнений один из векторов e или b наверное проще всего исключать вектор b хотя и для e будет все симметрично для того чтобы это сделать домножим второе уравнение на омега на c и получим что минус омега к c в квадрате на e будет равняться векторному произведению k на омега к c b и подставив выражение для омега к c b из третьего уравнения мы получим двойное векторное произведение волнового вектора k на векторное произведение k на e двойное векторное произведение легко раскрывается по формуле по формуле бац минус c это у нас a это b это c поэтому мы получаем произведение вектора k на скалярное произведение k на e минус вектор e на скалярное произведение k самого на себя в силу условия поперечности скалярное произведение k на e всегда равно нулю и в результате мы получаем следующее соотношение электрическое поле умноженное на скалярное произведение вектора k самого на себя минус квадрат отношения частоты скорости света должно равняться нулю поскольку е зависящие от t и r представляет собой произведение амплитуды е с ноликом на е в степени и фи зависящие от t и от r и по формулам эйлера это выражение никогда не равно нулю равенство выполняется в том случае когда в ноль обращается фигурная скобка последняя означает что квадрат волнового вектора k должен равняться квадрату отношения частоты к скорости света что в свою очередь означает что модуль волнового вектора должен равняться отношению омега к c это означает что плоская монохроматическая волна равная е с ноликом на е в степени и k r минус омега t удовлетворяет уравнение Максвелла только в том случае если вектор k и частота таковы что между ними выполняется следующая связь эта связь называется дисперсионным соотношением для вакуума учитывая это соотношение мы можем получить связь между амплитудами электрической и магнитной составляющих волнов если например взять это равенство по модулю мы получим произведение модуля волнового вектора k на модуль e на косину на синус угла между ними из-за векторного произведения но из-за ортогональности k и e синус равен единице это будет равняться отношению омега c на c на модуль c b в силу дисперсионного соотношения k и омега на c сокращаются и мы получаем что в любой точке пространства в любой момент времени амплитуды электрической магнитной составляющей плоской монохроматической волны равны друг другу если мы пользуемся системой SGS Гаусса в системе C такого соотношения нет хотя бы потому что E и B там измеряются в единицах с разной размерностью наконец давайте зададимся вопросом о том что собой представляет множество точек постоянной фазы которая есть скалярное произведение волнового вектора на R минус омега T пусть например волновой вектор K смотрит сюда и выберем какое-нибудь значение R сонаправленное с вектором K например вот такое этот вектор я назову R с индексом K в момент времени T равное нулю фаза волны извините а тут K на R все правильно фаза волны в момент времени T равное нулю в точке R есть скалярное произведение K на R и вот в этой точке фаза волны имеет величину равную произведению модуля K на длину вектора R R K T заметьте что если к вектору R K T я прибавлю любой перпендикулярный вектор то скалярное произведение K на сумму R K T плюс R перпендикулярное будет равно сумме скалярных произведений но второй множитель в силу ортогональности K и R даст нам 0 это означает что в этой и в этой точке фаза волны будет одна и та же ясно что вместо R перпендикулярного можно выбирать вектор во-первых любой длины а во-вторых направленный как угодно лишь бы он был перпендикулярен вектор K последнее означает что множество точек постоянной фазы представляет собой плоскость перпендикулярную вектору K я нарисовал конечную часть плоскости на самом деле она бесконечна если мы возьмем какую-то другую точку то фаза в ней будет другая но во всех точках лежащих плоскости перпендикулярный вектор K и проходящий через эту точку фаза будет тоже такой же таким образом поверхности постоянной фазы плоской монохроматической волны представляют собой плоскости именно поэтому такую волну называют плоской если если теперь мы включим время то поскольку этот множитель будет расти выражение для фазы будет иметь вид K на R K T минус омега T если мы хотим чтобы это выражение не менялось то увеличение этого множителя должно повлечь за собой увеличение первого слагаемого которое входит RK поэтому RK должно возрастать ведь вектор K у нас постоянен согласно дисперсионному соотношению это значит что со временем вектор RK будет удлиняться и поверхность постоянной фазы или плоскость постоянной фазы начнет перемещаться с какой же скоростью оно будет перемещаться продифференцируем это равенство по времени поскольку мы потребовали равенство константе фазы то ее производная по времени 0 с другой стороны она будет равна произведению длины волнового вектора на производную от вектора RK по времени минус омега понятно что это производная имеет размерность скорости и именно такую скорость принято называть фазовой скоростью именно с такой скоростью перемещается поверхность постоянной фазы из данного соотношения сразу же следует что фазовая скорость равна отношению омега к что в свою очередь из дисперсионного соотношения приводит нас к выводу что фазовая скорость равна c скорости света в пустом пространстве таким образом в плоской монохроматической волне поверхности постоянной фазы фи равняется KR минус омега t равных константе бегут в пространстве вдоль вектора K со скоростью света и представляют собой плоскости перпендикулярные волновому вектору мне бы хотелось нарисовать некоторый портрет плоской монохроматической волны очень часто его рисуют следующим образом вдоль вектора K направляют какую-нибудь ось например ось Z туда же смотрит вектор K а далее рисуют синусоидальную или косинусоидальную функцию описывающую электрическое поле и аналогичную функцию лежащую в перпендикулярной плоскости описывающую поле магнитное вот так смотрят векторы B а вот так смотрят векторы E на этой картинке длина волны это расстояние между соседними максимум полей и вся эта картинка должна двигаться вдоль вектора K со скоростью C лично мне не очень нравится такая такой комикс изображающий плоскую монохроматическую волну поскольку глядя на него можно подумать что плоская монохроматическая волна имеет ненулевые электрическое магнитное поле только вдоль одной прямой это конечно не соответствует действительности истинное если можно говорить о теоретическом объекте слово истинное картина изображающая плоскую монохроматическую волну выглядит гораздо сложнее давайте представим себе бесконечную плоскость я рисую только ее часть поэтому края плоскости я нарисовал волнистые линии в каждой точке которой имеется вектор E этот вектор смотрит в одну сторону и одинаково я не могу нарисовать вектор E в каждой точке и ограничивать лишь рисунком содержащим 4 вектора и кроме того в каждой точке имеется равный E по амплитуде и направленный перпендикулярный E вектор B сразу скажу скажу что при такой ориентации векторов E и B вектор K будет смотреть на нас с вами далее нарисуем следующую плоскость параллельную предыдущей вернее ее кусочек и в каждой точке нарисуем пару векторов E и B ориентированных также но уже с меньшим значением их мгновенного значения то есть длины а вектора K остаются неизменными в следующей плоскости векторы E и B уменьшились до нуля и остались только вектора K в следующей плоскости повторяется вот эта картинка только векторы E и B поменяли свое направление но вектор K при этом остался неизменным в следующей плоскости вектор E и B приняли максимальные значения но уже ориентированы в противоположном направлении в следующей плоскости они повторяют картинку плоскости предыдущей а вектор волновые вектора конечно существуют везде и всегда неизменные в следующей плоскости амплитуды мгновенные векторов E и B обратились в ноль и остались только векторы K в следующей плоскости направление E и B снова перевернулось E и B E и B и B наконец в следующей плоскости восстановилось начальное изображение Эту картинку нужно до бесконечности продлить в этом и в том направлении и между каждой парой плоскостей надо вставить бесконечно много таких же плоскостей в которых вектора E и B одинаково от плоскости к плоскости меняются непрерывно согласно синусному или косинусному закону и наконец нужно представить себе что весь этот слоеный перок плоскостей несется на вас со скоростью света друзья мои если вы представили себе эту картинку поздравляю вы представили плоскую монохроматическую волну понимая что эти плоскости на самом деле бесконечны этот пирог бесконечен во всех направлениях и существует во времени и несется со скоростью света от минус до плюс бесконечности то есть несся всегда и будет нестись всегда то есть несся даже еще до большого взрыва и все это описывается простым выражением е от t r равняется е с ноликом на экспоненту и k r минус омега t согласитесь что такая форма записи волны куда удобнее чем такой рисунок хотя конечно иногда используют более простой рисунок для плоской волны рисуют вектор k а плоскости постоянной фазы рисуют перпендикулярно ориентированными этому вектору кстати если плоскости вектор е максимален и смотрит в одном направлении ее иногда рисуют красным цветом а если вектор перевернулся и смотрит уже в направлении противоположным такую плоскость удобно рисовать синим цветом далее идет снова плоскость с нулевыми векторами е и b потом плоскость с векторами е и b смотрящими наверх потом плоскость с векторами е и b с нулевыми значениями потом смотрящими вниз и так далее и вот этот набор плоскостей если смотреть сбоку на волну несется сюда со скоростью сверху иногда так упрощенно рисуют плоскую монохроматическую волну такой рисунок мне нравится меньше всего важно понимать что в чистом виде истинно плоской монохроматической волны в природе скорее всего не существует я не могу себе представить поле электромагнитного которое занимает все бесконечное пространство и которое всегда было даже до большого взрыва и всегда будет любые реальные объекты природы в том числе и электромагнитные поля должны быть конечными пространстве и во времени однако существует замечательная теорема Фурье согласно которой любую функцию описывающую конечный объект то есть функцию конечную пространстве и во времени и обращающуюся в ноль на бесконечностях и вдоль пространственных осей и вдоль оси временной любую такую функцию можно представить как суперпозицию то есть либо сумму либо как интеграл от функций гармонических то есть плоских монохроматических волн поэтому любое реальное поле можно рассматривать как совокупность плоских монохроматических волн и в этом смысле плоские монохроматические волны существуют но в отдельности плоская монохроматическая волна это несуществующая абстракция некоторые источники света могут создавать что-то похожее на плоскую монохроматическую волну например излучение лазера со многими оговорками хотя бы с той оговоркой что лазер всегда когда-то включают а потом выключат оно похоже на плоскую монохроматическую волну иногда говорят что это квазимонохроматический свет здесь существует некоторая аналогия с материальной точкой в природе по-видимому нет объекта который в любой задаче можно считать материальной точкой тем не менее в курсе классической механики очень долгое время строится механика материальной точки а потом уже любой конечный объект можно рассматривать как совокупность материальных точек и зная физику одной материальной точки можно пытаться строить физику движения конечного объекта в этом смысле между плоскими монохроматическими волнами и материальными точками существует несмотря на явное различие в изображениях одного и другого тут у нас бесконечный объект а материальная точка это что-то вроде очень маленького шарика но идеологически и то и другое полезно и то и другое абстракции очень удобные для решения задач физики в заключении хочется сказать что плоские монохроматические волны могут существовать не только в вакууме но и в веществе и в случае диэлектрика дисперсионное соотношение для волн k в квадрате равняется омега квадрат на c в квадрате превращается соотношение k в квадрате равное омега в квадрате на c в квадрате на диэлектрическую проницаемость вещества при этом оказывается что диэлектрическая проницаемость вещества зависит от частоты. Нередко диэлектрическую проницаемость обозначают как квадрат некоторой функции, которая безразмерна и носит название коэффициента преломления среды. Таким образом, К оказывается равным омега к С на Н, зависящий от омега, где Н от омега есть корень квадратный из диэлектрической проницаемости. В этом случае все разговоры о свойствах электромагнитных пол в общем-то остаются справедливыми, что и только разницы, что теперь величина вектора B по модулю будет равняться произведению показателя преломления света на модуль вектора E в системе СГС. И фазовая скорость волн будет равна теперь не скорости света, а отношению скорости света к показателю преломления и будет различна для различных частот. Ну и уж если говорить совсем честно, то иногда встречаются анизотропные среды, свойства которых различаются в разных направлениях, и в этих анизотропных средах исчезает требование ортогональности векторов К и Е. В этом случае разговор о том, как выглядят плоские монохроматические волны в таких средах, которые чаще всего являются кристаллами, достаточно долг и не может являться темой обсуждения вопроса минимума. На этом все. Вопрос достаточно объемный и достаточно сложный, но он является входной дверью в весь курс оптики. Поэтому оставайтесь с нами. Ты неудоб не влепил и слезы утираешь, вернусь я через год, а может через пять, уверен я в одном, всех не начисляешь, и в том, что суждено нам встретиться опять, уверен я в одном всех не начисляешь, и в том, что суждено нам встретиться опять. суждено сглазь, и в том, что есть Продолжение следует...